МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Латвия заборонила уезд Украину аутом на белорусских номерах. Кто потерпит от этого наибольш? Режим снова хочет и лову с Варшавой, а Лукашенко загадала 200 войск и отмежи с Украиной. С кем диктатор ведет тайные перемоги? Начинаем выдание новинной экономики. За последние 2 тыс дня американский доллар подтанил до минимума торги на белорусской валютной бирже. У понеделок открылись умоцеванием белорусского рубля относно российского и доллара. За одночасовым послаблением относно евро и юаня. За 8 опошних андлевых сессий у белорусских рубель ни разу не ослаблялся относно кошек о валютах. На сегодня у Беларуси за 1 доллар треба выдатковать 3 рублей 19 копеек. Не выключено, что снижение курсу доллара стало реакцией на снижение этой валюты на сусветном рынке. Знамена Суэзи Анастасия Лузгина, экспертка экономичного центру БРОК. С падарня Анастасия, вітаю вас. Добрый день. Скажите, кай ласка, чому та не доллар? Цігатая тенденция може захавацца ближайшими тыднями? Ну, если мы посмотрим на в целом валютную корзину, куда входят доллар, непосредственно российский рубль и юань, то действительно, по последним данным, то есть белорусский рубль чувствует себя достаточно так спокойно. Никаких колебаний у нас не происходило. И вот если мы сравним цифры, допустим, изменения белорусского рубля к тому же российскому рублю, допустим, то с начала года российский рубль укрепился по отношению к белорусскому на 4%. К доллару это снижение белорусского рубля произошло, но совсем оно было небольшим, на 0,65%. Ну и к юаню укрепление составило уже белорусского рубля чуть более чем на 1%. Что касается именно краткосрочных колебаний, то есть за последний период времени, то действительно снижение произошло белорусского рубля только к российскому рублю. И то там было такое незначительное изменение на 0,16%. То есть мы видим, что каких-то движений особо сильных нет ни в одну, ни в другую сторону. То есть если корзина валюты снижается, то она снижается очень плавно с начала года. Имеется в виду белорусский рубль по отношению к корзине валют. С чем это связано? Это связано, если из последних тенденций говорить, то, во-первых, поведением российского, извините, поведением, это связано с поведением доллара на внешних рынках в связи с тем, что вышли новые данные по инфляции в США, которые оказались ниже запланированных, то это создает возможность того, что будет опять-таки понижена ставка на рынке Соединенных Штатов. Это будет приводить к тенденцию к снижению доллара, ну к тому же евро. Поэтому мы видим, то есть это такие факторы, которые больше связаны с внешней динамикой. Но опять-таки второй момент, это мы вспоминаем, что сейчас происходит на российском валютном рынке. То есть опять-таки надо ориентироваться, как ведет себя российский рубль к доллару США. Там тоже все спокойно. И уже вот этот фактор, он больше связан с тем, что в России сформировалось очень большое положительное торговое сальдо. То есть за полгода экспорт товаров-услуг превысил импорт в России более чем на 50 миллиардов. То есть в России очень много валют, и, соответственно, понятное дело, что нет оснований падения российского рубля наоборот. Но это тоже способствует вот такой динамике белорусского рубля. Теперь давайте про инфляцию в Беларуси поговорим, бо по водле подликов у червене она подросла до 5,8%. Евразийский банк развития прогнозуя 6% инфляции по выниках года. И тут пытание, может так быть, что таки прогноз справдится, бо уже фактично 6%. И на кольки реально все же так изменились кошты на товары-послуги из подарения Анастасии? Ну, то, что вот динамику цен мы видим, и то, что она немного ускорилась, ускоряется месяц к месяцу, то это, в принципе, прогнозировалось, что так будет и раньше. Ну, надо понимать, что, конечно, сейчас определенную роль играют опять-таки сезонный характер, что происходит с теми же ценами на фрукты и овощи. В целом, например, овощи, я посмотрела по группе, цены на них снизились, опять-таки, потому что лето наступает. Но, с другой стороны, интересный такой факт, что стоимость картофеля за месяц возросла более чем на 100%. То есть, если было меньше 1 рубля за килограмм, то сейчас картофель уже стоит больше 1 рубля за килограмм. Это говорка про белорусскую бульву, правда? Безусловно, да. То есть, это стоимость, это цена, которую дает Белстат. Вот. И это такой интересный феномен. Скорее всего, он связан с тем, что сейчас еще свой, как бы, белорусский картофель, он еще там, если и поспел, то его очень мало, да. А цены, действительно, на мировом рынке, на картофель, они подскочили по сравнению с прошлым годом. Вот. И, соответственно, так как Беларусь тоже, в том числе, закупает, импортирует, как это ни странно, но импортирует картофель, то и цены на него подросли. Вот. Поэтому такая вот интересная динамика. Там же цены, то есть растут, ну так, и более активно растут цены, конечно, на импортные товары. Да, тоже оливковое масло, на рыбу, на там красную икру. Ну и, в принципе, на белорусские товары тоже растут, ну уже так более сдержанными темпами. И здесь, опять-таки, тот же Евразийский банк, он тоже отмечает это, что такой вклад, да, вот в динамику цен белорусских в сторону их роста, также вклад оказывает Россия, где цены, ну так, демонстрируют тоже такое ускорение. И вот последним данным, то есть в июньские данные, если глянуть, то там в годовом выражении цены уже выросли более чем на 8,6%, вот в целом. То есть, конечно, это выше, чем даже в Беларуси, да, но, соответственно, это откладывает, да, отпечаток и на белорусские товары. Имеется в виду, так как, например, вот те же российские товары импортируются, да, в Беларусь активно, но либо же они являются частью, да, вот составляющей при производстве тех или иных белорусских товаров. Про это мы экономисты аккурат-таки прогнозуют, что по выниках росту коштов на товары и послуги Беларусь у евразийской экономичной супольности будзе утопе там сирот перших. С чем это может быть звязано, чему у нас минавито такое паскарение назирается? Ну, нельзя сказать, что там уже сильное такое ускарение, да, то есть равно даже тот же Ябра, он прогнозирует там 6% в годовом выражении, да, то есть это ниже, например, чем сейчас тоже Россия, вот, ну и вообще это меньше 10% в годовом выражении, то есть инфляция относительно невысокая. Но опять-таки, как я говорю, что вот этот вот ценовой контроль, он все-таки приводит к тому, что вот это вот повышение, которое должно было раньше выйти, да, оно размывается во времени, и когда уже другие государства там стабилизировали, грубо говоря, цены, да, и сейчас у них объективно низкие темпы по инфляции, то Беларусь вот нагоняет, да, вот тот дисбаланс, который возник еще раньше по ценам через вот текущее повышение. Ну, я повторюсь, опять-таки, тут играет роль издержки логистические, да, потому что все-таки нельзя забывать про санкции, когда, вот, если мы говорим про импорт, то, безусловно, у Беларуси логистические издержки возросли, ну, и, естественно, здесь добавляет свой, вносит свой вклад динамика российских цен. Падраніна Анастасія, дякую великі вам за гэтую размыву. Пожалуйста, всего доброго. Экс-керовника Республиканского туристичного союзу Александра Мирскага осудзили за державную здраду на 7,5 годов колонии. За небыто супрацу с Департаментом Державной Беспеки Литвы. Навиды, а пропагандистам осуджены каже, что литовские спецслужбы с шантажом схиляли его до супрацы еще в 2015 году. Какую именно эту информацию Мирске передавал за мяжу, не поведомляюць. Про іншые новины у нашем аглядзе. При нам все шесть особов загинули, а мальдзеве тысячи населенных пунктов застались без электричности. Паваленые древы, сорванные дахи домов. Напереды дни на полдні Беларуси пройшла стыхия. Особливо потерпели Гомельская и Мигилевская області. У Мазыры Маланка ударила у подстанцию. У вынику энергетичный сбой и спынение подачи воды. У Берастейской области пройшов буйный град. Паводли беларусской чугунки на некольких участках доводилась спынять рух техников, бо на каляинах ляжали паваленые древы. Пары вышквалистого ветру сягали 37 метров за секунду. Выкрыстовывать негвалтовные методы политичной борьбы закликал президент США Джо Байден у своїм зворотце до наций. Причиной однослового звороту став замах на Дональда Трампа. Мы выращаем наше спрэчки для выборчых скрыняв, а не с допомогой куль. Мы выступаем за Америку не экстремизму и гневу, а пристойности и добрыни. Джо Байден закликал американцам выйти з умовных информационных бункеров, а так само попередзе упровонковые силы, что спрабують, як мага, мацней расколоть американское громадство. Паводли Байдена у справе замаху на Трампа будзе проведенное незалежное расследование. Мотивы ж замаху по куль неясные. Генеральный секретар НАТО Йенс Стольтенберг адхилив пропонову избивать российские ракеты, что летять на территории Украины у бок Польши. Паводли Стольтенберга, полночно-атлантичный альянс протягне оказывать допомогу Украине, але не стане часткою конфликту. 15-го липеня Украина третий раз отзначает День державности. Свято было заснованное президентом Владимиром Зеленским подчас урочистых импрэзов до 30-й годовины незалежности Украины. Свято супадая с днем в хросту Киевской Руси. У гонор свято до украинцев звернувся керавник державы. Владимир Зеленский отзначил, что Украина змагается цепер супред страшного ворога, однак не глядзичи ни на что, трымая удар. Беларусь готова до диалогу с Польшей, однак польский бок не проявляет до его цикавости. Про это заявил министра замежных справов Лукашенки Максим Рыжанков. По поводле яго Польша дзейничая хаотычна и планует далее нагнетать напруженность на мяжи. Гэта надумку министра доставляя незручности переважно польским же грузоперовозчикам и стварая гуманитарные проблемы при минании мяжи. Про инициаванный режимом Лукашенки мигрантский крызис на мяжи с Польшей одним из выников, якого стало забойство польского жаунира, чиновник не узгадал. Меж тым, пасля певного спаду, колька спробов нелегально пройти польскую мяжу сбоку Беларуси знову выросла. Польские помежники поведомляють про 138 таких выпадков за выходные. Гэта показник большим удвоя вышейши за той, что фиксовали тыдень тому. Знамяй на Суэзе эксперт у неевропейских цивилизаций, кандидат гисторичных наук Евген Карасуллинс. Падар, Евген, витаю вас. День добрый. Гэта уже такая непершая заява з боку Рыжыма Лукашенко про то, что он намагается наладзись дайлов с Варшавой. Ранее про гэта казали и войсковцы. Тут тепер каже Максим Рыжанков. На ваш погляд, чому Мянск так хоче гэтага дайлогом? Ну, бо и так вядома, что Варшава не будзе размавляць за Лукашэнком, пакуль не выйдуць на волю все политычные вязни. И при нам все анджай пачопут. Не будзе ніяких размавов у гэтай ситуацій. То на вашта вось гэтая сигнала постоянно пасылать? Ну, тут перш за учу варта звернуць на ту акалічны, што, як вы зауважаля, уже некалькі разов гэта слова про дайлог. Зновку можна прыгадаць весну минулога году, калі там казалі, гучалі слова про необходнаць перемогу. Но яны ўсе перемежаюцца з пагрозамі, скажам так, пагрозамі ядрвай зброю тамліку, агрэсії супрэць сваіх суседзів, ось гэтым тискам на межы і гэтак далей. Тобок тут, не думаю, наколькі варта абмерковаць вусюдадзіны момент гэтае словы. Можна трэба пачакаць нейкіх іншых абставінаў, калі гэтае слова саправдэ валыць гучаць ўжо вельмі так шыра, і будзе бачна, што чалавек саправдэ мешацца, і ему гэта дайлог неабходны. Пакуть што, судячы па заявах таго ж Рыжанкова, гэта дайлог неабходны, бо як ён казаў, мяч на польскім баку, вось і цяпер сядзім чакаем. Калі неабходны дайлог, тады не сядзяць і не чакаюць, а прадпрымаюць неабходныі крокі для гэтага. Ну, хаця б, вось, выпускаюць паліць зняволіных, тых, кого хоча пабачыць на свободзі та ж Варшава. Тут пытання, канечні, ці незвязаны гэтае словы з, скажам так, чаканнім нейкіх кроков з боку пайдіну, бо ўсіх на памяті сустрэча Сідзіньпіна і Анджыя Дуды, бо ўсіх чаканні, канечні, коласальны ад гэті сустрэчы былі, што вось мавляў зараз Дуда ўсё патлумачыць таварышы сі, і сі адпаведна натісніна сваіх московскіх і менскіх васалу, і ты будуть паволіць сабі адпаведна. Но тут, зновуку, сітуація качачку більш складана, чым нам хацілася б ёе бачыць. Такія словы наурадці прагучаць і наурадці аны прагучалі, но вось як чаканні такік слову, ну, падобныя заявы, падобныя, вось, скажам, нікатарая сутішэнні сітуація на межыз Польшы і з Україны, вось на гэта гэтаі словы, гэтаі чаканні маглі пауплываць. А што тут може вістіся гаворка? Чому Лукаченка раптам ў суботу заявіў, што трэба адводзіць войскі ад паудньовых рубяжоў, ад межыз Україна, а Іван Терцялі, кераўнік КДБ, заявіў вугулі, што гэта було зробліныя ше 3-4 ліпіня? Ну, тут зновуку. Прыгадываў, што ідзе гэта гульня на нервах. У кого рані нервы не вытрамаюць, власна каўш, той праіграе ў гэты гульні. Таму і Расія, і Лукашэнка, яны робець ўсё, каб тіснуць на нервы европейцов, і на нервы европейскіх палітакаў, і на нервы европейскіх грамадству, каб ты адповідно тіснули за сваў губоку на палітакаў. І дзеля гэтага адбываецца гэта эскалація сітуація. Но калі за гэта эскалація ўжо праглядаюць нейкі, як цепер модна казаць, червоные ліні, зайдзі за які, і ты там ўжу можш адгрызці папаўны. Вось тады пачынаюць гучаць словы, што ну, давайте гэта падыалягуем, як ў піратах Карыбського мора, пірамовы, як казаў вядомый персанаж аттуль. Так што вось гэта, скажам так, пэўная сутішанні сітуація на межах, якое абсалютна не выключая росту напружэнаці ў наступные моманты. Там знову ку пра з некалькі дзёнці, пра з некалькі тыдня. Так што ў гэтай сітуаціі, казаць пра паўную разградку сітуаціі, немагчымы пізумовна, гэта ось толькі частка гэтай самай стратэгічной барадзьбы на нэрвах і за, скажам так, той палітычны выбар, які чакаяцца ат Жахаруў Рапейського звязу. А ця мы можам дапуціць, што Александр Лукашэнка і Владімір Зеленскі вілінійкі тайны, альбо паўтайны перамовы і вынікам гэтых перамовы стала ось деэскалація гэтага конфлікту на мяжы. В принципі, такі перамовы я б не выключаў, власна каўшы, я думаю, там шмат, пра што перамовлялася і да 22-го году, і пасля 22-го году. Ну і іншая справа, што зновку, гэта не стратэгічнае врашыні ситуація, гэта тактычнае врашыня, бо ўся ровна развіццё ситуація, шмат учым залежыць, дакладній, ну практычнава ўсім, залежыць ад Москвы. І тут Александр Горыч не думаў, што такі ўже вялікі самастойны гулец. Йон можа быць гульцом так ў межах тых паўнамоцтваў, які адвіла ему Москва. Ну, напрыклад, там разборкі з беларускім грамадствам, зновку, нікатарыя манэвры беларускіх войскав, як падводда межы, адводда межы, но зновку, вось, манэвры войскав, я думаю, яны папярэдні узгадняюцца з Москвой, і тут таксама самадзейнасті вялікай няма. Зновку, ў нейкіх тактычных моментах нейкі адамовлянасті з Україны мінавіта па тактычных пытаў. Могуть быць, што вось ўдадзіны момент, давайте не, скажам так, абвастрацюся. А далі, што будзе стратыгічна, стратыгічная гульня ідзе з ўсім у іншым, керунку, і з ўсім не пра тоя і дзягаворка, ў гэты стратыгічная гульня. Яшэдны ў пытанні спадараю ген прамяжу. Латвія адзавтра забараняю ўєзд Україну аутамабілей на беларускіх нумарах. На ваш паўляд, гэта зновку чарговае спроба нікім чынам паўплываць на режиму Менску, цей ўсё ж такі зрабіць больш цяшкасі для простых беларусов. Ну, тут зновку пытанні ў термінах і пытанні ў трактовках і разумэнь. Бо я нават ад беларусу, які знаходяцца замяжоўчысь, цяком чую, што ўсех, хто застаўся ў Беларусі, гэта прыхільнікі дактатуры і гэтак далей. І чакаць, што жыхары іншых країн будуть лепш разумэць беларусаў, ну, не выпадая. Канешні, ідзе працца актыўна з боку беларускіх палітыкаў, які апынуліся замяжой па тлумачэнні, што рэжым гэта абсалютна не ровна беларусам і беларускаму грамадству. Но гэта не заужды спрацовуе, ці, скажам так, яшчэ не спрацовуе да канца, такога разумэння нема. Ну, і зновку, ўсё ж такі, ёсць і пытаўні безпекі, і заходяшы з тых пагрозаў, з тых агрэсівных паводзінаў, які даманструе рэжыму Мэнску, канешні, сусэднія країны, я цалкам разумэю, іхнія спробы забеспечыць гэтую самую безпеку сваіх межаў, сваіх тарытораў. Бо былі ж пагрозы, што там пранікнуць вагны руцы, яны ж на чым паедуць, як паедуць? Пад прикрыцём, канечэн, як зновку разважаюць спецэцээльныя службы гэтых самых сусэдніх країн. Тамо, каб забеспечыць сабе, застрахаваць, такіхці, мінімізіраваць такі пагрозы, вось, давайте, зменшым плыньо беларускага аутотранспарту на тарыторію сусэдніх дзержаў. Ну, скажам так, як метад барацьбы супратнебеспекі, ну, такоя можна прыняць. Канечэн, як метад падтрымкі беларускага грамацтва, наурадці. Тут трэба шукаць балансы, балансы і узайэмнае паразумэнні. Як нам, вось, дысягнуць гэтэй безпекі тарыторію сусэдніх країн, і пры гэтам забеспешыць інтарэсы і жаданні беларускага грамацтва. Ну, я б сказав, што гэта будзят дасягнутым толькі пасля таго, як змэніцца рэжыму Мэнсу. Паснеяк так. Толькі так, хіба, што дзякуй вялікі вам спадарь ёугін за гэту размугу. Дзякуй вам. Іспанія чатвёртый раз ў своё гісторы стала пераможццою футбольнага чемпіанату Єуропы ў фінальным двубоі, што проходзіў на Олімпійськім стадайоні ў Берліні, пірыныццыі былі мацнішыя за сборную Англіў 2-1. Каманда Герата Саугейта, заступая ў другім фіналі Запар, іспанцы падсвердзіли звання домінантны сіла ў ёуропійськім футболі, яны выгулялі трыць пяці апошніх чемпіанатов Старого світу. Емоціі святкавання іспанскіх заузіатарав, ваша увазі. Спочатку було тяжко, але потім ми вернуліся. Забілі два гали і трюмаліся, як добрая команда, якою ми і ёсць. Так, яны гулялі лепш за любую каманду, лепш за ўсіх астатніх. Гэта було неймоверна. Гэта хвалявала ад пачатку ды канца. Яны ведаюць, як падтрымліваць хвалявання прыліку 1-1, але ўрэсті мы перамаглі. Гэта была добрая гульня, сурьозная гульня. Я чакав, што перагуляем Англію з большою розніцей. У выніку мы перамаглі на Уимблдені перамагла наційнальна зборна. Гэта усі новіны на сёння. Дякую за увагу, заахвачую ставіць лайкі і каментаваць наш випуск, калі гэта для вас безпечна. Дасустрэчу ў наступных ефірах. Дякую за перегляд! Продолжение следует...